Сегодня в Петербурге очень важное. Саш, сообщи, пожалуйста, что-то не так сегодня со Спартаком. Привет, это инспектор ЗОЖ в Санкт-Петербурге. Сегодня мы займемся самым популярным в России зимним видом спорта. Походом на футбол. Да, действительно, сегодня 1 декабря, и мы сразу два инспектора ЗОЖ отправились смотреть матч Зенит-Спартак, центральный матч Туры, а возможно и всей зимы, который пока прошел только один день. И действительно, я думаю, что поход на футбол это не шутка, можете бросать в меня камень, можете лучше бросать в Александра, что поход на футбол в России, в частности в Санкт-Петербурге, это совершенно отдельный вид спорта. Поскольку нам сейчас предстоит идти 3 километра, насколько я понимаю, на стадионе. Можно идти пешком, можно бежать, можно взять велосипед, можно застрять на самокате, можно идти приставным шагом, можно спиной вперед, да как угодно. В любом случае это очень энергозатратно и эффективно, и так по-спортивному. Саша, ну ты готов преодолеть путь до стадиона? Да, причем я, тут ветер такой неприятный и снег в лицо, но я буду идти и говорить, ну что Дзюба нам покажет, ну что Дзюба? Я иду с Дзюбой в голове, и поэтому мне будет не холодно и интересно. Есть такая хорошая примета, что когда идешь по этой длинной дороге на Майзенит-Скартак, аллея, простите, а название есть у аллеи? Не помню, но главное, чтобы не аллея. Главная аллея, главная аллея Приморского парка Победы. На аллея Сталина. Здесь есть, кстати, вот камни, да, по городам-побратимам Санкт-Петербурга, футбольным причем. Да, я знаю, да. Вообще мы неправильно... Хоть один город назовешь? Этот, Гамбург, Даньск, точно могу. По-моему, Барселона, кстати. Мы, кстати, неправильно, на самом деле, мы теперь могли совместить приятность по лету. Вот здесь вот укатывается зимой лыжня, и народ с удовольствием катается. Так вот, действительно, ЗОЖ. ЗОЖ в том числе заключается в том, что здесь зимой катаются на лыжах, а Александр, как человек уже почтенного возраста, здесь в детстве... Как сказал, жена на пятом-десятике. В детстве, я так понимаю, тренировался во время школьных занятий. Ну, а если... Расскажи, как? Это же сейчас можно делать? Конечно. У нас физкультура была вся зимой. Здесь мы катались на лыжах. Причем соревнования на время. Никто не говорил, там, ребенок травмируется, прочее. Все, не засекали. Но допинг-то тогда принимали тоже? Нет, допинга не было. Допинга не было. Все лыжи погрузились в автобус и сюда. Бегали еще здесь, кстати, по аллеям. Бегали тоже осенью. Не, ну бегают здесь и сейчас довольно активно. Бегают и сейчас, кстати, и на роликах катаются. Еще есть такой вид спорта популярный, как кормление уток и белок. Особенно белок здесь много. Примета заключается в чем? Надо, чтобы Зенит победил, когда идете вот по этой длинной аллее, надо обогнать как минимум 10 спартаковцев, но обязательно в атрибутике. Если обгонишь 10 и более спартаковцев в атрибутике, то Зенит одержит победу. Да, есть еще один тут вид ЗОЖ прекрасный, о котором расскажет Александр. Да, видите, я одел очки, чтобы лучше видеть спартаковских фанатов. Мне сегодня сын мой позавидовал, говорит, папа, куда ты? Я тоже хочу, покатай меня на санках. А я говорю, нет, извини, я иду на футбол. А сыну 18 уже? Нет, чуть поменьше все-таки, еще даже трех лет нет. Ну вот, а вообще на самом деле в этом парке замечательный тоже вид, как ЗОЖа. Берешь, приводишь ребенка, сажаешь на санки, хватаешь его, хватаешь за веревку и бежишь. Ребенок едет ему здорово, и ты получаешь отличную нагрузку. Здесь сегодня даже лучше не на нас смотреть, не на фанатов Зенита, а на вот это вот. Вот этот вот мужчина, он талисман Зенита. Я его вижу перед каждым домашним матчем подписчиком. И летом, причем и зимой, и осенью. Давайте его спросим. Извините, ну как, Зенит сегодня победит? Как вас зовут, извините? Я победит. Зенит победит сегодня? Ну я не знаю. Что, вы думаете, Спартак победит, Зенит? Ну сейчас я думаю, уже как бы они в форме. Батя Хай. Правильно. Ребят, мы с вами выборы сделаем. Сегодня в Петербурге очень важное. Саша, сообщи, пожалуйста, что-то не так сегодня со Спартаком. Ну вот, наши корреспонденты сообщают, что фанатов Спартака в атрибутике останавливают сотрудники полиции по всему городу для проверки документов. Ну, видео смотрят, есть на билеты у них на матч. Вот, хотя, по идее, с другой стороны, как и раз, приехал человек в Питер, и его личное дело. Нет, человек может в любой атрибутике, кроме запрещенной в Российской Федерации, находиться в любом городе. То есть шаг Спартака без всяких запрещенных знаков. А может, вы пропустили новый законопроект, по которому атрибутика Спартака запрещена? Не знаю, вот сейчас пишут, что наш корреспондент, что несколько болельщиков Спартака уже попали в отделение полиции, может, особо в бойных. Мы сейчас тоже видели, как тормозовали болельщиков Спартака, да, и им сказал 11 полицейских, ребята, вы сами сделали свой выбор. Не знаю, что ты имел в виду, но я сомневаюсь, что они попадут на матч. Вот мы дошли до стадиона уже. Прогулка по такой зимнему морозу. Бодрит, 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 энергия сжигается. Но мы, наверное, прошли уже половину дневной нормы. Вот это уже, это и называется ЗОЖ на самом деле, а не что-то там. А не сидение на диване, да, думаю? Да, а не сидение на диване, не смотрение этого матча по телевизору. А действительно, на стадионе это совершенно иной формат, совершенно иной уровень. Саша, ну что ты чувствуешь уже, очутившись здесь на теплом стадионе внутри? Я чувствую дыхание болельщиков Спартака за спиной. До этого была зима, вот там снаружи она была, а здесь у нас сколько градусов? Я протестовал всегда, когда крышу закрывали весной, но вот 1 декабря она абсолютно умеет закрыть крышу. Ну здесь, и вот мне хочется котку снять. И вот хочется снять котку, потому что мне комфортно будет. Что, в общем, плюс 15. Да, плюс 15, я думаю, вполне не больше. Вот я снял, мне хорошо комфортно. 1 декабря, я считаю, на стадионе. Ну и заметьте, да, на фугольном поле нет ни снежинки. Благодаря вот этому. Ну главное, что там есть травинки. Ну а мы сейчас, я думаю, направимся на фан-променад, чтобы посмотреть различные активности, которые там происходят. Правильно? Да. Что говорили, пацан как-то заедет, к примеру заедет. Тут видишь, как хорошо. То есть здесь местами для инвалидов все в порядке. Как удобно, приезжаешь в широкий дворец прямо сюда. Я думаю, там доступно. Я думаю, на лифте вполне спокойно. Посмотрим, какие здесь на фан-променаде, знаменитом Зенитовском, есть спортивные активности. Но пока увидели только аквагрим и поедание мороженого на скорость. Правильно, у меня так предупреждаем, а это ничего нет. И мы не сходим, почему мы не сходим. Но куда важнее начать нам второй заключительный тур противостояния воритчиков Москвы и Саидов Петербурга. А я сегодня задам вопрос Александру Дмитриевичу. За час до матча Зенит-Спартак здесь проходит шахматный бой между сборными любителей Москвы и Петербурга в шахматы. Ведет это все удовольствие комментатор Алексей Меншов. Можно сыграть в шахмату. Саша, вы любите шахматный играть? Да, очень люблю. А почему не присоединился к ребятам? Это хорошая, кстати, спортивная активность. Там играют болельщики Зенит и Спартак. Да, я как тоже журналист, и не присталовый болельщиками. Да, мы как работник в рейссире не имеем права это делать. Да, не имеем права. А тут мы пришли в ажиру сейчас в Рауголот, где демонстрируются кадры, как Денис Транс чемпионов в 89-м году. И там Александр Розенбал. Да, и сидят те люди, которые имели отношение к этому чемпиону. Дмитрий Бараник, Анатолий Давыд. И Денис Транс, и футболист Александр Розенбал. Да, Александр Розенбал. Здесь не только играют шахматы, еще и происходит разбор партии. Представляете? Вот так вот на экране идет разбор партии. Я, честно говоря, себе такое довольно сложно представить. Да, причем партии большие. Да, сейчас, конечно, я думаю. Сейчас, конечно, время идет смех. Нет, хотя смотри, там Ян не помнишь. Вообще-то не шо, это уже не шутко. Достаю вам рассказать, мы прибыли на матч в Абтакте, и здесь очень тепло. В итоге в сумме, наверное, мы прошли сколько? Наверное, 10 дней, в котором мы сделали. Да, немного уже сделали, поскольку походили по фан. в променаду, погуляли по броди и посмотрели все активности. Но активности очень много. И нам остается сегодня подоградать за еще одной главной физкультурно-спортивной активностью в таком виде, как поход на футбол. Это, разумеется, боление и соответствующий болению адреналин. Начался матч в Абтакте «Нит» и все мы это слышим у звуков, которые доносятся со стадиона. Ну и видно, там у нас уже дымок пошел и все остальные. Саша, вот эта вот атмосфера. Атмосфера футбольная. Она никуда не ушла с переездом на большой стадион. Да нет, конечно, просто люди получили более комфортные условия. И ты можешь привезти в мир спокойно, спокойно ребенка на стадион. Вбивай. Ай, нет. Вот такое комфортное условие. На Петровске, вряд ли ты сегодня 1 декабря. Кто-то павел, я бы точно не павел всего цены. Но на Петровске все-таки болельщики тратили, наверное, больше энергии. Особенно, когда больше не раздевались по полстрому, как на асфалете. Ну все-таки уже раздевался. Ну, конечно, не тот эффект какой-то. Как бы на Петровском, когда на минус 10 там люди раздевали. На твой взгляд, сколько колория сжигает такое хорошее утро. Стоит или не утро просто. Когда скачет, да, скачет. Да, по ходу матча. Я думаю, не меньше, чем на тренировке. Но под Мерковском. Это да, я же сам ходил в такой септарь тоже на «Зенит». Тоже мой стоячий трибун. Ты весь матч стоишь, полигаешь, скачешь. Именно поэтому я считаю вопросом футбол тоже видом спорта. Потому что ты выбираешься до матча. Идешь, тратишь энергию. Потом ты приходишь здесь, болеешь. У тебя куча эмоций. Потом еще добираешься обратно, общаешься с людьми. Ты полностью себя здесь проявляешь. Получаешь отрицеливание, эмоции. А, значит, минимум пять часов времени уходят. Два часа, два часа. Поэтому это тот же самый поход на футбол в России. Это тот же самый вид спорта. Да и вдруг любой такой спортиф. Это тот же самый вид спорта, который все остальные. А поскольку пиво на стадионах в данный момент запрещено, это безусловно зор. Это здоровье, что у нас в жизни. Никакого пива там с вами уже. Поэтому все идем на футбол. Еще зима декабрь, а футбол у нас продолжается. Только что завершился матч Синиц-Монтак. И Синиц-Монтакт, если не подержал победу 1-0, сделал еще один шаг к чемпионству. А на сегодня вместе с Сашей Коокином сходили на футбол в рамках инспектора ЗОЖ зимой 1 декабря. И полностью осознали и утвердились во мнении, что да, поход на футбол это действительно совершенно отдельный вид спорта. Массовый и популярный. Потому что здесь и ходьба, и иногда бег, и эмоции, и адреналин. И куча всего-всего-всего намешана. И главное, это... На парковку уйти. На парковку. Честно говоря, не знаю, но по-моему, в ту сторону. В общем, это все вместе. И намешано одно на другое. И всем советую на футбол. Еще в декабре он в России продолжается. С вами был инспектор ЗОЖ. Всем спорт и до новых встреч!